Эмоции очень сильный инструмент, являющийся важнейшим двигателем в теле человека. Эмоции могут и положительно отражаться на нашем поведении, становясь источником его новых ресурсов, и разрушать наши жизни, становясь первопричиной необдуманных поступков. Времена, когда проблемы решались грубой физической силой, уходят в прошлое. Меня зовут Сергей Бубович, и сегодня я хотел бы проанализировать новое шоу Амирана Сардарова и проанализировать, кто победил в ментальной схватке, произошедшей между Николаем Соболевым и Михаилом Лазутиным, оценивая не то, что и как они говорили, а опираясь на их невербальное поведение. Разбор этого конфликта, думаю, будет многим интересен, так как в подобных аналогичных конфликтных ситуациях может оказаться каждый из нас, и для многих выходить победителем из таких противостояний будет полезно. Как это можно сделать, не прибегая к драке, вы узнаете, посмотрев выпуск до конца. К слову, несколько выпусков назад я разобрал движение «Льва против» и «Стопхам», где высказал свое мнение насчет эффективности данных проектов. Видя поведение лидера одного из этих движений, я убеждаюсь, что политика и успех проекта напрямую взаимосвязаны с тем, какой политики и модели поведения придерживается сам руководитель. Подробнее об этом я расскажу дальше. Как я упомянул в начале, эмоции – основной двигатель нашего организма. Они буквально могут управлять нами и нашим поведением. Если вы знаете, как вызвать эмоции у человека, то можно считать, что у вас есть доступ к его подсознанию, и вы способны контролировать его и получать то, что нужно вам. Эмоции провоцируют те или иные процессы в нашем организме. Одни могут оказывать положительное влияние, например, эмоции радости придают нам больше сил и ресурсов, а другие – негативные. И психологическая сила человека заключается в том, чтобы уметь контролировать свои эмоции и управлять ими, а не давать эмоциями управлять с тобой. Стоит напомнить о трех лимбических реакциях нашего мозга на стресс и потенциальную опасность. Реакция замирания, реакция бегства и реакция борьбы, о которых я упоминал уже не один раз. Первые два происходят подсознательно в первую очередь. Когда замирание и бегство невозможно, происходит реакция борьбы. Учитывая продолжительность этого конфликта, Михаил Лазутин находится в состоянии борьбы. Он видит опасность везде и ото всех. Его конфликты с братьями Тарасовыми. Блин, слушай, он первый ударил, что у меня с братьями. Всяческие выкрики и агрессия на аудиторию зала. Сняли контент за шесть минут и ушли. О чем ты болтаешь, а? Безусловно, кто-то может сказать о том, что Тарасов сам его ударил, а тот захотел дать ему сдачи. Но нужно учитывать, что это лишь вызывает дополнительную цепную реакцию, которая формирует его будущее поведение в рамках конфликта с Соболевым на этом шоу. И я разбираю конкретно их двух поведений в этом контексте и все то, что этому предшествует. Очень важно упомянуть о доминирующем психотипе каждого из участников конфликта, ведь именно психотип определяет основную модель поведения, в том числе в конфликтах. У Михаила преобладает эпилептоидный психотип, который характеризуется частой возбудимостью, напряженностью, раздражительностью. Все мы неправильно делаем. Что значит ты правильный? Я где-то такое говорил. Люди такого психотипа не любят, когда им не подчиняются, не слушаются и они стремятся к доминированию. Они уверены в своей правоте, их нельзя переубедить в ином. Ну ошибся человек. Он не ошибся, он не извинился за это. Тоже долгий. Из-за накапливающегося внутри негатива они часто прибегают к аффективным взрывам и поиску объектов для снятия злости. Эпилептоиды, по своей сути, часто сдержаны и скупы на эмоции. Они долго накапливают их, и в один момент весь гнев вырывается наружу, что мы и видим на этом шоу. Делает резкие и однозначные заявления. Спонтанные. Спонтанные, да. Пример эмоционального сдерживания, контроля и фокусировки на себе мы видим в его первом появлении, когда он безэмоционально здоровится с Эмираном и Эдвардом Биллом. Данный контроль вызван уровнем стресса и беспокойства, который в свою очередь вызван присутствием на шоу не только из-за предшествующего и предстоящего конфликта, но и появление перед широкой публикой на чужой территории, что не свойственно его личности и общей модели поведения. В своем инстаграме я периодически провожу различные упражнения и тесты на определение эмоций и поведения. В этот раз я скинул отрывок с Михаилом, чтобы подписчики определили его эмоциональное состояние в этом моменте. А после я пообещал, что дам разбор в этом выпуске. Многие подписчики, как и ожидалось, верно интерпретировали свои наблюдения. Глубокое дыхание и напряжение в голосе возникают из-за активизации вегетативной нервной системы. Так, чтобы ты там как-то тебя дискредитирует. Не делай, что к Соболев так делать. Тарас сказал. А смена позы на более комфортную, частое движение телом, подергивание, излишние кивки головой, повышение общего количества телодвижений и поиск комфортной точки говорят об активизации симпатической нервной системы. То есть все это дает знать о возникшем стрессе и нервозности в организме. Быстрая смена и большое количество движений выполняет не только признак беспокойства. Выбор такой позы, учитывая все сказанное до этого, можно интерпретировать как готовность к действию. В данном случае готовность к атаке. Если хотите проходить подобные упражнения чаще, еще на определение эмоций по выражению лица, то ссылку на инстаграм я добавлю в описании под видео. Я часто провожу подобную практику, поэтому приглашаю желающих потренироваться. На вопрос, зачем ему этот конфликт, он не дает аргументированного ответа, обосновывая это тем, что ему так хочется. Почему ты решил в итоге вызывать на бой, хотя два раза до этого ты отказывался и передумал? Близкие мои против. А почему сейчас пришел? Потому что я хочу. А близкие что говорят? Против этого всего. Это лишний раз дает нам понять о том, что в этом поступке нет логичного обоснования и происходит следствие накопившихся негативных эмоций за долгое время. Человек это делает три года. Три года это делает человек Соболев. Далее на тезис, что он это делает ради хайпа, он отвечает следующее. И многие зрители считают, что ты это делаешь ради хайпа. Я хочу стать сильнее, я хочу улучшить свое тело, я хочу показать мужественные примеры и все. Фактически он дает понять, что ему не важен резонанс, и он хочет стать сильнее, улучшать физическое тело. Исходя из этих его заявлений и наблюдений за личностью, я нахожу достаточно аргументов считать, что хайп не главная цель для Михаила. А из-за невозможности урегулировать процесс через коммуникацию, он пытается добиться доминирования над соперником, доказав свою правоту через грубую силу. Но я и буду твою ложь разбивать правду, если я тебя щир разнести хочу в хлам. Реакция борьбы происходит вследствие невозможности предотвратить опасность и проблему другими методами, которые он считает уже неэффективными. Разобраться с этим человеком. Я считаю, что это неправильно, но иначе по-другому никак это не закончится, и у нас так и будет расти говно. Иными словами, чувство неуверенности из-за возникшего психологического давления на протяжении долгого времени мешает ему справиться с потоком эмоций, вследствие чего драка, физическое противостояние, служит для него способом выплеснуть эмоции и получить с помощью этого доминирования над соперником. А все остальное второстепенно. Рассмотрим модель поведения Николая Соболева. В его психологическом профиле доминирующий психотип является истероидной, которая характеризуется привлечением внимания к своей личности, эпатажностью и всяческого рода демонстрацией своей персоны не только с лучшей, но и с интересной, привлекающей стороны. Это отражается и на его модели поведения в подобных конфликтных ситуациях, и этого он добивается разными методами. Рассмотрим их. В своей основе его риторика направлена на коммуникацию со зрителем. Обратите внимание, вот этот человек постоянно пропагандирует и говорит, что он за добро. Он ищет одобрение у аудитории зала, и на протяжении интервью всячески пытается наладить с ней подсознательную коммуникацию и тем самым получить поддержку в противостоянии против Михаила. Давайте вот реально, знаете, как Симирон в баттле с Джонни Боем говорил, давайте делать о-о-о-о. Вот опять, давайте, третье оскорбление. Ребята, подождите, кто считает, что подойдет правильный пример? Нет! Надо отметить, что уровень стресса заметно ниже, так как он привык появляться на публике, и для него это вполне комфортная атмосфера, так как большинство окружающих ему лично знакомы. Плюс для него конфликт не является первостепенным, и он не вкладывает все свои эмоции в это событие и в своего соперника. То есть фактически все действия Николая Соболева направлены не на борьбу за доминирование, а на положительное одобрение аудитории его действий, поведения, аргументации позиций и выставления лазутина с негативной стороны. Данная тактика помогает ему получить визуальное и психологическое преимущество. Его поведение театрально в данном контексте и действия направлены на привлечение внимания. Взять, к примеру, показательное распитие вина. Таким образом он создает интерес к этому событию через подобные нестандартные приемы. Плюс выступает оскорбительным для его оппонента, ведь главная задача его проекта – это борьба с алкоголем. Очевидно то, что ему неинтересен данный конфликт так, как Михаилу. Отсюда и уровень накопления эмоций ниже. Для него достаточно отстоять свою честь в лицах публики, когда для Михаила Лазутина главной задачей стоит выплеснуть накопившийся гнев и повысить свою доминирующую позицию в глазах других и самого себя. Он подается провокацией на любые тезисы, которые будут выставлять Николая в лучшем свете. Такие мастодонты, как Николай Соболев. Ты рот закрой свой, какие мастодонты. Я говорю, рот закрой свой. Он не мастодонт, потому что что-то... Ты не потерялся? Что подтверждает мою теорию о том, что сейчас он находится в состоянии борьбы именно за доминирование и любое проявление возвышения со стороны оппонента для него неприемлемо. Когда цикливая тряпка называет себя мастодонтом... Так он и не упускает возможность указать на физические недостатки своего оппонента и он всячески пытается его оскорбить... Что ты постоянно трясешься? Что является очередным сигналом эмоциональной неуравновешенности и предельного накопления эмоций и гнева. Каждый из них играет по своим правилам и следует своей модели поведения. Николай проводит коммуникативную провокацию и тем самым формирует общее визуальное и психологическое преимущество. А Михаила, переполняя чувство агрессии, и своими действиями пытается спровоцировать своего оппонента на физический конфликт. Накопление этого всего агрессивного состояния и последующего возникновения стресса у Михаила Лазутина еще усугубляет тот момент, что большинство настроены против него. Особенно видно это перед началом шоу. Ему выражают поддержку только зрители зала и определенную долю Эдварда Билл с Амираном. Даже во время общения на шоу, при произнесении той или иной фразы, он визуально ищет поддержку только у Амирана через контакт глаз. Из-за чего состояние борьбы и защиты увеличивается. Когда, например, тот же Николай Соболев может визуально искать поддержку у аудиторий и других участников данного шоу. Что подсознательно ставит его в более выигрышную позицию и придает чувство единения с окружающими. Но Михаил Лазутин не отдает себе отчет, что подобным агрессивным поведением он сам является источником этого отстранения от себя. Но для меня ответом на вопрос, кто проиграл в этом противостоянии, стал очевиден после следующего момента. Неотесанный, глупый, клоун. Конец. Раунд! Ты его зовешь на бой, правильно? Ну не надо. Это заставание с него хорошим. Невозможность ответить на оскорбление в свою сторону является причиной падения доминантного статуса Михаила в глазах других людей и самого себя. Гнев достигает пика и переполняет его. Он не справляется с потоком нахлынувших эмоций и переходит в прямую атаку. Последнюю лимбическую реакцию мозга на потенциальную опасность и стресс. Поведение Михаила и Николая можно сравнить с поведением Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, когда первый позволял любые оскорбительные высказывания в адрес другого и всячески провоцировал на конфликт. Помимо этого, данное шоу является и проверкой своего соперника. Если бы на пресс-конференции Хабиб сорвался и полез в драку, то это бы означало мгновенную психологическую победу Конора, ведь он смог добраться до эмоциональных переживаний своего оппонента и смог управлять им. Когда, в свою очередь, Хабиб показал холодность при всей ненависти к сопернику. И именно поэтому в процессе перепалок чаша весов была наравне между их психологическим статусом. Они оба казались вполне уверенными, но в рамках каждой своего темперамента. Однако на шоу Амирана мы наблюдаем противоположную ситуацию. Михаил Лазутин ведется на провокации и дает волю эмоциям. Агрессивно реагирует и идет на физический контакт. Он не находит иных способов справиться с проблемой. Он серьезно воспринимает соперника. Когда, в свою очередь, Хабиб знал инструменты воздействия Конора и понимал, что он может говорить все, что угодно. Его это не волнует. Его волнует основное событие – бой, где все решится. А все, что происходит до этого, для него было цирком. Основная цель прихода Михаила на это шоу было в общении с Николаем и решении их проблем. Но он проиграл еще до того, как они встретились. Конфликт с братьями Тарасовыми и последующими криками в сторону Николая Соболева демонстрировали только коммуникативную слабость и психологическую неуверенность Михаила, что подтверждает неоднократную агрессивную реакцию на провокации в его адрес и последующие оскорбления и переходы на личности. Я предлагаю, зажал окошку. Когда он чмом стал? Поэтому, исходя из всех моих наблюдений, вернее будет сказать, что Михаил Лазутин сам себя привел к поражению в этой ментальной схватке. Тут нет победителей, но есть проигравший, по крайней мере в психологической борьбе с самим собой и перед глазами большинства зрителей. Как я сказал раньше, времена, когда решала грубая физическая сила, уже прошли. Наше время решает уже другие параметры, и нужно понимать, что особенно на медийной площадке действуют иные правила. Любая наша агрессивная реакция в сторону соперника показывает то, что мы серьезно относимся к нему на равных. Но равнодушие – это признак нейтральности и несерьезности к человеку. Ведь мы интуитивно считаем себя лучше его, и в этом заключается психологическая победа в осознании несостоятельности своего соперника, когда мы не воспринимаем его всерьез. Разве Лев будет агрессивно реагировать на то, как на него ручит кошка? Только если ради забавы. С вами был Сергей Бубович. Наблюдайте за людьми и не оставайтесь в дураках. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok